Всем привет дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим. Сегодняшнее видео у нас по монстрам, потому что буквально недавно нам поставили новое обновление, в котором добавили Феникса, которого мы кстати сейчас прокачаем. И помимо всего прочего я отвечу на самый популярный вопрос, кто сильнее Волк или Феникс. И я это конечно же проверю на практике вместе с вами, сейчас мы его прокачаем и залетим на боссов. И уже на цифрах поймем кто сильнее. Потому что сегодня настал тот момент, когда вам нужно потратить на одного максимального монстра 800 миллионов золота, почти 700 тысяч душ монстра и 144 тысячи камней хаоса. С самого старта игры вам нужно выбрать одного монстра, которого вы будете качать очень долго. Поэтому это нужно сделать правильно и сегодня мы скорее всего вместе с вами разберемся, какой это будет монстр. Что мы сейчас сделаем? Я прокачиваю Феникса до 120 уровня, точно так же как и Волк у меня. Также я прокачаю полностью все пассивки, кроме Рун. В общем сделаю Феникса точно таким же как и Волка. И мы залетим на боссов. Я одним и тем же героем с вами протестирую, кто же будет лучше. С каким оборотнем Аспа нанесет больше всего урона. Я это делаю на основном аккаунте, потому что мне здесь позволяют ресурсы. То есть я для себя так же решил, что мне стоит тут качать. И скорее всего мне здесь хватит как минимум на одного полного оборотня, а как максимум возможно еще на одного. В общем я еще сам не знаю. Итак друзья, Феникс у нас максимальный. Рассказываю в чем разница между Фениксом и Волком. Значит у Феникса со второй пассивки у нас святой урон 20%. И так же с третьей пассивки крит урон плюс 20%. Помимо всего прочего он так же лечит вашу команду. То есть это очень круто. И так же как и Волк он увеличивает урон по горящим целям. Только Волк увеличивает урон по кровоточащим целям. Еще раз напоминаю для людей, которые не совсем понимают как это работает. Смотрите, не обязательно чтобы ваш герой наносил урон горением. Феникс сам поджигает цель. Здесь так и пишется. Феникс сам поджигает цель на 3 раунда. И дарует 4 случайным союзникам повышенный урон по этим горящим целям на 2 раунда. То есть это говорит о чем. Когда Феникс бафает вам бонусную атаку, вы в любом случае будете наносить по горящим целям повышенный урон. Вне зависимости от того, есть у вас поджог у героя или нет. Это очень важно и вы должны это понимать. Так что Феникса можно использовать абсолютно в любой команде и абсолютно с любыми героями. Что касается Волка, здесь у нас 20% бронебойности и 10% точности. Так, где у нас точность? Я ее потерял. Ага, вот. 10% точности, которые дают также немножко урона. Итак, сегодня у нас подопытный будет Аспен с камнем на крит, с артефактом против воинов. И также вот такие у него все характеристики. То есть у него довольно-таки высокий шанс крита. И мы максимально ясно сможем протестировать его в том плане, что также Феникс дает дополнительный урон от крита. И соответственно Аспен от него получит максимальный прирост. В принципе точно так же, как и от Волка. Значит, все это будем тестировать на втором боссе пыли. Сейчас первого босса убиваем сразу. Поехали. Вот, нас интересует вот этот второй босс. Первый тест. Смотрим с Волком. Смотрим, чтобы у нас Аспен не умер. Но я думаю, он не должен умереть. Хотя на самом деле удивительно, что его просаживают. Ага, он отхиливается, в общем, с 15-ти звездочной пассивки. Все нормально, он 100% не умрет. То есть он уже настолько жирный, что убить его будет нереально. Итак, давайте досмотрим до 15-ти раундов, в принципе. Далее посмотрим такой же бой с Фениксом. И сравним уже быстро пропусками. Значит так. Аспен нанес 133 миллиона. Запомнили. 2% сняли. Ну, проценты нас не интересуют. Значит, сейчас давайте делаем 10 заходов на босса с Волком. И смотрите, здесь второй бой и примерно точно такой же урон. 132. То есть это будет довольно-таки объективный тест. Так как нам важен урон здесь и сейчас. Смотрите, еще 130. То есть очень похожие цифры вылетают. 135. Разброс у нас пока плюс-минус 3 миллиона. Это очень хорошо для нашего теста. 142. Чуть больше. Но это не так смертельно. 127. В общем, мы его 10% боссу сняли, да? Для объективности, я думаю, будет ясно. Если что, потом еще протестируем. Надеваем Феникса. Смотрим с Фениксом, что будет. То есть Феникс дает нам также урона кучу. Точно так же, как и Волк. Но его преимущество по отношению к Волку в том, что он еще хилит вашего героя. Это очень круто. Особенно для старта. И сейчас после этого теста мы также об этом поговорим. Расскажу вам, что я вам советую сейчас по оборотням делать и так далее. Значит, наблюдаем урон сейчас. Также зайдем пару раз. И 125. То есть по урону примерно то же самое. Это очень круто, я вам хочу сказать. 125, учитывая то, что у нас еще отхил есть. Это очень круто. 145. Пока рекорд. Даже по Волку. Смотрим еще. 115. Здесь видите, разброс идет чуть сильнее. Потому что этот оборотень, он зависим от крита. То есть он хорошо будет синергировать с героями, которые критуют. 142. 132. 132. Ну, я думаю, вы уже поняли, да? Вот 82%. Давайте еще последний раз зайдем. 127. То есть, друзья, что это нам говорит? Это говорит нам о том, что волка можно выкидывать в мусорку. По крайней мере, с большинством героев, которых вы используете. Я волка еще буду тестировать с досмогами. Потому что досмог это отдельный герой, с которым нужно там прям проводить тесты очень доскональные по постепенному урону. Там волк может быть лучше. Но сейчас не об этом. Для большинства волка полностью можно сбрасывать. Значит, на этом аккаунте, вот смотрите, когда вы нажимаете вот эту кнопку сброса, вам возвращают абсолютно все ресурсы, кроме золота. Я нажимаю да. И у меня сбрасывает волка. И вот возвращает ресурсы за максимального оборотня. 133 тысячи душ монстра и 23 тысячи камней хаоса. Итак, друзья, каким образом у нас сейчас выглядит топ по оборотням? На первом месте по пвп это олень. Без вариантов. То есть сейчас, еще раз повторюсь, вы выбираете одного оборотня на свой аккаунт. Потому что ресурсов очень много надо. Прям немерено. И у вас нет возможности, как и раньше, играться оборотнями. То есть если вы выкачиваете максимального одного оборотня, он дает нереально много характеристик. Кстати, я забыл сказать, сколько характеристик дают руны на оборотня. Смотрите. Руны у нас находятся здесь. Они открываются тогда, когда вы прокачиваете на максимум вот эти пассивки. В общем, пока я буду говорить, я в принципе оленя прокачаю. Потому что этого оборотня я в любом случае буду прокачивать на максимум в первую очередь. В общем, сейчас олень остается, скорее всего, самым универсальным героем. Потому что это в любом случае топ-1 в пвп. За счет того, что он хилит процент на здоровье вашей команды. И в первую очередь, если вы используете у себя в основе валькирию или же аиду. То это без вариантов будет олень. Потому что вот этот отхил на данных героев заходит лучше всего. Плюс олень с этих рун дают больше всего здоровья. То есть эти руны отличаются у каждого оборотня. И олень дает, вы можете видеть, 3 миллиона 477 тысяч здоровья. Это максимальное здоровье по всем оборотням. Соответственно, ваша валька будет больше бить. Аида будет дольше жить, больше отхиливаться и так далее. В общем, это очень сильно решает в пвп. И также я уже видел результаты боев в Сиалэнде. Это земля печати. Люди там проходят просто до 15 этажей с теми командами, которыми они прошли там максимум до 11-го, до 12-го. То есть сейчас оборотень максимально дает очень большой прирост вашей команде. И это они делают с оленем. Потому что олень дает очень много здоровья, очень много отхила. И зачастую это больше всего решает. Олень у нас с залогом на позднюю игру. То есть в поздней игре олень будет лучше всех. Но что касается старта игры. Со старта игры лучшим оборотнем будет Феникс. Потому что вы с него получаете сразу кучу урона. Получаете базовый отхил. То есть плоский отхил, который не зависит процентно, как у оленя. Соответственно, на старте вот этот плоский отхил у Феникса будет лучше, чем у оленя. Помимо того, что Феникс сам наносит урон с поджога, так он еще и дает урон вашим союзникам. Соответственно, на боссах вы будете рулить со старта также лучше остальных. И в ПВП синергия с Фениксом это Валька и Пенни. То есть это два героя, которые наносят взрывной урон с поджогами. В общем, все будет гореть. И с Фениксом это будет гореть вдвойне. Приятней. Еще раз давайте быстро подытожим. Олень это оборотень, который полностью универсальный. Он сразу охватывает все аспекты игры. Но он будет хуже против боссов. То есть если у вас расчет на боссов, то олень будет хуже Феникса. Но олень будет лучше в Сиоленде. Это 100% я вам говорю. В Сиоленде вы с оленем пройдете скорее всего дальше. Но что касается старта и урона вашей команды и также по универсальности, Феникс тоже очень рулит. То есть вот сейчас мы выбираем только между двумя монстрами. Это олень и Феникс. И также я не упомянул такую важную вещь. То, что вот эти руны, они дают фиксированные статы. То есть что это означает? Олень нам дает 91 238 атаки. И вот эта атака, она не будет процентно скелиться от вашей экипировки, ваших навыков героя и так далее. То есть это просто фиксированный стат атаки, который добавляется вам в бою на героя. Точно так же у нас здесь и со здоровьем. Но здесь такие характеристики, такое количество, что это просто космос. То есть сейчас атаки у героев, можно сказать, будет в два раза больше. Здоровья там на треть больше. Ну, в общем, это просто нереальный баф. И сейчас вам в Сиаленде на боссах будет намного проще все проходить, все убивать и так далее. Если вы хотите рулить в ПВП, то вам нужно сбрасывать абсолютно всех оборотней и качать ключевых. На основном аккаунте, вот как я вам и сказал сейчас по гайду, я также сброшу дракона. Значит, дракон у нас улетает в небытие. Я возвращаю с него ресурсы и также уже вне видео я прокачаю на максимум феникса. Крайне мере, там будет около того. То есть у меня феникс будет на боссов и олень будет на все остальное. Там Сиаленды, ПВП и так далее. То есть в первую очередь у меня олень, потому что развитие команды позволяет. Уже поздняя игра. Обязательно поддерживайте лайками за оперативный разбор. Он также будет дополняться в будущих видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать вот такие гайды. И пишите ваши вопросы в комментариях. Увидимся в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин